Начинать. Сегодня у нас 25 января 2023 года. Вебинар нас будет посвящен аппаратным чисткам. Мы будем разбираться, насколько они эффективны. Или это просто маркетинг, и аппаратная чистка вообще ничего не дает. Взберемся с тем, что она все-таки дает. Работает ли она самостоятельно. Спойлер небольшой самостоятельно аппаратная чистка, как правило, не используется. Это все-таки этап, но мы об этом поговорим подробнее. И еще обсудим, естественно, какие бывают чистки, нюансы и особенности их применения. Разберем в конце протокол комплексной чистки с использованием аппаратного этапа. То есть всю эту тему постараемся охватить. Какие у нас разновидности чисток лица? Разновидностей у нас не так уж и много на самом деле. Это может быть отравматика, при которой не используется, как правило, никакой аппаратный этап. Но иногда используется, например, при отравматичной чистке ультразвуковой пилинг. Если же у нас нет повреждений на коже. То есть любое воздействие, когда предполагается контакт с кожей какой-то манипулы или каких-то инструментов, противопоказанием для этого всегда является нарушение кожных покровов, на целостности. Поэтому отравматичная чистка делается чаще всего тогда, когда нам нельзя сделать чистку комплексную. То есть с мануальным этапом, например. Или с полноценным аппаратным этапом. То есть если на коже есть активные воспаления, их больше 10, есть какие-то повреждения, ссадины, экскариации, что бывает при акне экскариатика, когда человек сам себя повреждает, расцарапывает вот эти воспаления. Либо когда, например, есть некая повышенная чувствительность кожи, которые реагируют на мануальный этап не очень хорошо. Или, допустим, необязательно чувствительность кожи. Это могут быть близкорасположенные сосуды. Это может быть ярко выраженный купероз, который не позволяет давить комедоны, условно говоря, не позволяет использовать, например, обычную ручную технику удаления содержимого закупоренных пор. Очень сложно какие-то без травмы, скажем так, более обширные, чем хотелось бы удалить, например, пустулезные элементы при помощи ложки ООНа, как это обычно делается. Везде поврежденные сосудики на лице. Вот такие разоцеподобные состояния бывают. Человек может быть в ремиссии, у него может не быть как таковой разоц, или это может быть просто выраженный купероз без разоц, то есть без ангионевроза, без приливов, без вот этих вот проблем. Но при этом мануальный этап будет такому человеку нежелательным и, в общем-то, фактически запрещен к действию, поэтому тогда мы используем атроматичную чистку. Атроматичная чистка, насколько вы помните, наверное, это чистка лица, то есть глубокое очищение, когда мы не контактируем инструментом или руками с лицом, а просто косметическими средствами определенными выполняем вот это вот глубокое очищение. Отшелухывание, растворение верхних, как говорится, субстрата верхнего закупленных пор, то есть кожное сало, перемешку с слученными петерием, с какими-то загрязнениями. Все это на этапе подготовки кожи растворяется и отшелухывается, например, мягким энзимным пилингом, после этого энзимный пилинг смывается, воздействует уже поросуживающая, успокаивающая противоспалительная маска на основе коалина. Кто не знает, на самом деле, то, что у гильтека в прошлом году вышла, наконец-то, глиняная маска, которую я ждала на 7 лет. Вот она вышла. Там помимо коалина белой длины есть еще и коламин, то есть успокаивающий такой противоспалительный ингредиент. Например, многие мамы маленьких детей знают этот ингредиент по лосьону коламин, который мы снимаем в зуд после укуса матекомых у деток маленьких, либо когда болеют они ветрянкой. Здесь как раз этот ингредиент тоже есть, и этот же ингредиент есть, кстати, в нашем двухфазном тонике, матирующем для живой некомбинированной кожи. Так что можно после энзимной маски положить нашу маску Себобаланс со серии антиокна. На самом деле можно другой аналог использовать. Я всегда вебинары и семинары провожу с таким посылом, что не факт, что вы будете работать на гильтеке, например, вдруг вам довелось работать на какой-то другой марке. Если вы знаете, какой ингредиент искать в составе, как должно примерно быть сформулировано средство, которое будет выполнять ту или иную цель, вы в любой профмарке подберете себе более-менее адекватные аналоги. Так вот, сначала энзимная маска, потом глиняная маска и потом уже наша любимая успокаивающая маска на основе геля для сухой нормальной кожи Нео и лосьонок концентрата Нео с использованием доразовой масочки. Но эту маску те, кто с нами давно уже знают прекрасно и используют и в антиэйдж процедурах, и после мануальных чисток, и после атроматичных чисток, чтобы успокоить кожу и делать ее такой немножечко равномерно фарфоровой. Если кто не знает, как ее делать подробно, я еще в конце упомяну о ней, расскажу, как делать. Но можно посмотреть, собственно, как ее делать на нашем YouTube-канале. То есть у нас есть YouTube-канал, если вдруг кто не знает, наверняка, раз вы присутствуете на вебинаре, скорее всего, знаете. И там выложены не только вебинары и влоги, есть и видеопроцедуры. И вот там, если, например, в поиске на нашем канале забить процедуру суперувлажнения, то там как раз на 20-й минуте этой процедуры я показываю, как делать вот эту успокаивающую маску с эффектом фарфоровой кожи. Достаточно легко и просто, и любой даже не специалист, и это легко справиться. Комплексная чистка, соответственно, это, ну, соответственно, в конце травматичной чистки, я уже завершу, да, наносим всегда, конечно же, средства завершающие. Как правило, это будет либо противоспалительная какой-то сыворотка или флюид, например, стопакне или альфадер, или это может быть гель Дематэ, или это может быть пиктиновый гель. Комплексная чистка. Это когда у нас используется чистка аппаратная, например, в сочетании с мануальным этапом. Аппаратная чистка – это не самостоятельная процедура, а всегда этап от травматичной или комплексной чистки. То есть это этап подготовительный к мануальному, собственно, к мануальному этапу. Вот. Аппаратные чистки. Извиняюсь заранее, что-то не запаслась я водой. И чему-то вот на меня какой-то кафель напал. Аппаратные чистки. Ультразвуковой пилинг. В первую очередь, чаще всего используется. Это воздействие низкочастотным ультразвуком с целью отшелушить верхний слой эпидермиса роговой. Гальмоническая дезинкрустация – это использование уже постоянного тока с целью воспроизвести реакцию омоления жиров на коже и, соответственно, тоже осуществить и протеолизм белка, в том числе, чтобы отшелушить верхний слой эпидермиса. И самое главное – растворить жировые какие-то отложения в перемешку с ослушанным эпителем в усе фротокусальных звезд. Гальмоническая дезинкрустация, как я уже говорила, это постоянный ток. Ультразвуковой пилинг – это, соответственно, ультразвук. Есть еще две чистки, ну, собственно, которые… Одна из которых, в общем-то, по сути чисткой не является, это газо-жискостной пилинг. Я бы не сказала, что это чистка, потому что вряд ли мы при помощи газо-жискостного пилинга сможем достичь результатов отшелушивающих, например, той же самой гальмонической энзокрустации. Но газо-жискостной пилинг очень неплох, если, например, есть постозность и отечность, потому что сама эта манипуляция очень хорошо лимфодренажный эффект дает. Соответственно, вакуумная чистка – это использование вакуума, то есть это манипула, которая вытягивает при помощи компрессора, расположенного в аппарате, якобы что-то из пор, не сильно много, конечно, оно оттуда вытянет, или это должно быть очень сильное воздействие, которое просто может навредить коже, поэтому при вакуумной чистке есть свои особенности, мы о них попозже поговорим. На самом деле, вакуумная чистка конечно используется уже довольно-таки часто, такой немножечко вчерашний день, но есть места, где их используют, есть типы кожи, при которых она неплохо работает, это жирная, плотная, пористая, такая не очень чувствительная и достаточно упругая кожа, например, азиатский такой тип, например, классический азиатский тип, поэтому, например, в той же Корее, в Китае вакуумная чистка довольно-таки распространена, а, например, на территории Европы нет, потому что чаще встречается тонкая, дряблая кожа, кожа с куперозом, с поврежденными сосудами, для которых вакуумная чистка нежелательна. Вот, поэтому вот эти четыре вида, как правило, аппаратных процедур расцениваются как аппаратные чистки, вот, и надо понимать, когда, собственно, можно и нужно их делать. Когда делается аппаратная чистка, ну и вообще, честно говоря, когда делается чистка, когда есть гиперкератоз и комедоны, то есть есть какое-то количество неотшелуханных роговых чешуек на поверхности эпидермиса, которые придают тусклый цвет лица, не дают нормально впитываться активным веществам из активных средств, которые мы, ну и не только интенсивных, просто хотя бы там увлажняющих каких-то, которые мы используем, придают неравномерность тону гиперкератоз, может быть, шелушение, может быть, такая грубость кожи и тактильно она будет очень приятна, ну и зависит от того, насколько выражен, конечно, гиперкератоз. И, собственно, надо еще учитывать то, что может быть не патологическое состояние у человека, как гиперкератоз, да, фолликулярный, а просто замедленное обновление эпидермиса. Это, в принципе, бывает у всех после определенного уже возрастного рубежа, где-то после 30-35 лет уже значительно замедляется вообще цикл обновления кожи, да, он будет там не 28-30 дней, а там уже приближаться к 2 месяцам, например, поэтому медленнее заживают, например, элементы постакна, какие-то повреждения на коже, и кожа может стать более тусклой, если ее регулярно не отшелушивать, например, дома не делать инзивную маску раз в неделю, любимую нашу, и поэтому не обязательно на уши какую-нибудь, или какой-то легкий пилинг, или использовать, например, какие-нибудь средства с небольшой концентрацией ахокислот в уходе регулярном, поэтому гиперкератоз так или иначе присутствует у кого, у большинства людей, поэтому регулярно отшелушивание нужно, но не всем нужно прям вот чистка, потому что чистка все-таки чаще нужна тем, у кого помимо замедления отшелушивания еще и образуются комедоны, и образуются потом воспаления, то есть это комедонный жирный тип кожи чаще всего. Если более 10 воспалений активных на лице, то чистку мы не делаем, нам нужно или человека подлечить, или хотя бы сделать ему отравматику полную, но комплексную чистку, либо с аппаратным этапом полноценным, мы, конечно, при выраженном последнее окно не делаем. Если кожа не раздражена, мы можем сделать чистку, то есть когда обострение роза, цели, реакции гиперчувствительности, у человека какая-то была ту чистку, мы не делаем. Вообще, на самом деле, надо учесть такой момент, что если у человека аллергия, например, на что-то в данный момент, допустим, не обязательно даже она на месте воздействия будет, где-то там на шее пятно, или там какая-то аллергия пищевая возникла, где-то там сыт. Не нужно в этот момент делать никакие чистки и вообще процедуры, которые предполагают химическое воздействие на кожу. Не нужно новую какую-то косметику в этот момент пробовать, потому что когда у человека организм, скажем так, в состоянии аллергоготовности, то он будет реагировать неадекватно возможно на почти любые раздражители, на которые в норме он не будет реагировать. Понимаете, да? То есть если условно говоря у человека нет аллергии на какой-то условный аллерген, но при этом он прореагировал на какой-то экзотический продукт, который съел, то он может начать реагировать привычные довольно-таки для себя вещи. То есть он съел экзотический продукт, у него аллергия, потом он понюхал какие-то любимые духи, и у него стало ему еще хуже. Хотя, казалось бы, до этого он на них не реагировал. Надо это учитывать и только в спокойном состоянии, с точки зрения аллергии в том числе, и чтобы там никаких не было ОРВИ и так далее у человека делать вот эти всякие процедуры. Если нет обострения герпеса, естественно, мы можем делать чистку, если есть обострение герпеса, конечно, не делаем, потому что этот герпес просто тогда может очень сильно расширить свои территории. И если расширены поры, мы чистку, конечно, делаем. Как раз при расширенных порах, когда трудно эвакуируемые кожные салы и склонны к закупорению, тогда чистка регулярно она позволяет хорошенечко это все вычистить. Надо, конечно, понимать, что эффективно регулярное отшелушивание, чтобы не допускать накопления в этих порах вот этого детрита, вот этого случая эпителия в перемешку с кожным салом, особенно густым, при густой сибореи, чтобы они не перерастягивались, потому что потом они будут выглядеть растянутыми, атоничными, их все равно будет видно, и так как святого места пустого не бывает, они быстренько зальются снова. Поэтому походы к косметологу на чистку там, допустим, раз в месяц они не отменяют регулярного отшелушивания и, возможно, комбинация энзимной маски и маски типа баланс раз в недельку пятницам или когда удобно вечерочком сделать себе такое глубокое очищение дома. Соответственно, чистка как таковая, комплексная, с аппаратным этапом либо без, но комплексная чистка, даже отравматичная чистка делается не чаще одного раза в семь дней, но если это отравматика, ее можно, конечно, делать и чаще, условно говоря, один-два раза в неделю, если это, грубо говоря, зимная маска плюс маска себе баланс плюс успокаивающая маска без всякой травматизации кожи, то, да, два раза в неделю при очень жирной коже со склонностью к закупориванию пор это допустимо, а классическую чистку, которую мы делаем в кабинете, желательно делать не чаще одного раза в семь-десять дней по опыту, если человек нормально ухаживает за кожей, чаще одного раза в месяц чистка ему, как правило, не надобится, но может быть на начальном этапе, когда он только начал, допустим, ходить к косметологу или ухаживать за собой правильно, ему может она понадобится там раз-две недели или там раз-десять дней, а потом спустя там две-три процедуры уже раз в месяц будет ходить эту аренду. Вот. То мы должны обязательно сделать, если мы подготавливаем кожу к аппаратной чистке. Вот. Если какие-то вопросы у вас по входу возникают, не стесняйтесь их писать, задавать, вот, чтобы я видела, что есть какая-то обратная связь, да, допустим, чтобы я успевала на них ответить. Вот. Подготовка кожи к аппаратной чистке. Обязательный этап, конечно же, будет поверхностное очищение. Здесь надо учесть один маленький нюанс, что поверхностное очищение перед чисткой должно быть наиболее тщательное, поэтому, если человек пришел без макияжа, фактически, с чистым, практически чистым лицом, то мы должны его дважды умыть очищающим гелем, ну, либо муссом, кому что нравится. Гельтековские средства для умывания все бессульфатные, поэтому, в принципе, можно брать любое, которое нравится, органолептические или по текстуре. Муссы, они с пенобразователем плотную такую пенку приятную выдают и приятно пахнут. Да, совершенно верно. Травматическая чистка, как правило, это вообще без прикосновения ничего-либо, потому что чистая травматика, Дина, она делается тогда, когда нельзя, когда кожа поврежденная. То есть, не столько даже поврежденная, но поврежденная, с ссадинами, конечно, мы не будем даже химическими, косметическими средствами работать. Имеется в виду, когда много воспалений, но при этом есть гиперкератоз, сокупоренные поры, нам нужно человеку помочь, чтобы этих воспалений стало меньше в перспективе. То есть, мы его там, допустим, консервативно подлечим или он там дома что-то поделает и потом придет уже на полноценную чистку. Но, чтобы его не отпускать, как говорится, ни словом охлебавши, мы можем ему сделать аппаратную, атравматическую, извиняюсь, чистку. Именно вот разрыхление, после этого глиняная маска, после этого успокаивающая маска. Для того, чтобы максимально убрать за эту процедуру у него гиперкератоз и тогда у него путь к ремиссии немножечко ускорится за счет того, что мы ему помогли и плюс он еще дома будет продолжать, допустим, это делать. Вот. И иногда травматичной чисткой называют чистки с использованием аппаратного этапа, но тогда просто этот аппаратный этап не должен быть противопоказанием. Я надеюсь, понятно объяснила. То есть, если это, как говорится, нельзя сделать мануальную, потому что выраженный купероз, да, но можно сделать ультурный пилинг, потому что он не противопоказан. А вот глиническую дезинкрустацию при выраженном куперозе например, делать нельзя. То есть, тут вот такие вот нюансы. Вернемся к подготовке кожи. То есть, умываем два раза очищающим средством каким-то. Если человек пришел без макияжа, если он пришел с макияжем каким-то тональным средством на лице или, допустим, плотным SPF кремом на лице, то нам желательно все-таки использовать двухэтапное умывание. Сначала убрать, скажем так, жирно-растворимые текстуры с кожи при помощи гидрофильного масла. У нас в гиртеке теперь оно есть с прошлого года, опять-таки. Очень тоже долгожданная новинка у нас была. Вышла это наше антиоксидантное гидрофильное масло на основе миндального масла. И мягких пах очень хороший по качеству, ничем не хуже японских, корейских, хороших, таких дорогих аналогов, поэтому, если у кого нет и оно нужно в работе или там просто дома, то можно там завестись, когда он есть в наличии. С ним бывают всякие там последнее время были пару раз перебои из-за проблем с сырьем, но, по-моему, сейчас оно в наличии есть. Соответственно, гидрофильное масло мы наносим, как мы помним, на сухую кожу, потом с водичкой уже эмульгируем с водой. Ну, то есть, мы сначала массируем просто масло, масло начинает связываться с жировыми компонентами нашего кожного сала, там, тонального крема и так далее. И вот это вот все перемешиваем, после этого мы берем водичкой. Это я так объясняю, конечно, не для специалистов, а просто, ну, наши будут на ютубе потом смотреть обычные люди, может быть, подростки, даже дети, допускай они знают, как правильно умываться гидрофильным маслом. Ну вот, гидрофильное масло на сухую кожу намосим, массируем немножечко, потом уже с водой эмульгируем и смываем. Смывать очень хорошо вот какой-нибудь вот такой салфеточкой вообще маски очень хорошо удобно им смывать, потому что дополнительно вот это трение салфеточки, мягкая кожа, оно еще больше такой пеленгующий эффект дает. Эдимную маску можно смывать такими салфетками, чем просто голыми руками. Вот, и после гидрофильного масла мы уже один раз, сами два умываем просто очищающим гелем или муссом. Вот, тогда это будет двухэтапное очищение по аналогии, как вот в корейской системе, например, принято умываться, потому что они традиционно любят использовать всякие плотные тональные основы, и поэтому гидрофильное масло в их культуре оно гораздо раньше обрело популярность, нежели, скажем так, у нас. Дальше, второй этап, обязательно подготавливаем кожу при помощи холодного распарения. Самый вариант простой, это гель ледокрустации под пленку на 15 минут, но если, например, густая сиборея, жирная кожа, очень сильно закупоренные поры, человек давно не ошелушивался, поры тугие, то есть в молодом возрасте это очень часто бывает, потому что, например, в более взрослом возрасте из пор эвакуируют кожное сало легче, потому что они более атоничные, вот, а в молодом возрасте бывают прям тугие поры, из которых прям очень сложно удалить помидон даже вручную, поэтому иногда холодное распаривание просто гелем дезинкрустирующим будет недостаточно, тогда можно дополнить вот этот этап разрыхления, например, легким пилингом, энзимным. Делать энзимную маску 10-15 минут, а потом уже гель дезинкрустации смыв маску положить, потому что передержать энзимную маску нежелательно, потому что она может вызвать раздражение при более длительной экспозиции чем там 15-20 минут, а гель дезинкрустации он более простой по составу, там ничего такого страшного нет, поливнилперолидон, соли калия и соколуэвера, поэтому здесь как раз без проблем по нему еще потом допустим почистить сон утрозвуком или гельваническим током, и поэтому энзимку мы смываем, потом наносим гель дезинкрустации, не выдернув никакую экспозицию, а сразу допустим мы переходим к аппаратному этапу, либо можно как дополнительный этап использовать всесезонный пилинг поверхностный с миндальной малышной хирургой кислотами, какой-то аналог легкий совсем пилинг, тоже для улучшения разрывляющей способности эпидермиса, кроме того можно перед, например, гель дезинкрустирующим использовать в качестве тоника салициловый лосьон отшелух, то есть 2% салициловой кислотой наш, он бесспиртовой, то есть без спирта, что важно, и он будет тоже помогать разрыхлять, как раз мы умываем и перед вторым этапом тоником вот этим протираем салициловой кислотой, дальше уже наносим гель дезинкрустации, либо наносим энзимную маску. Также мы можем использовать редко, не каждый раз, и только если кожа позволяет, что-то достаточно гиперкератозное, грубое, мягкие скрабирующие какие-то препараты, такие, как, например, у нас в линейке натуральной ДЮ, есть очень интересный скраб кофейный, который, ну, называется кофейный, на самом деле кофе там больше для органолептики, как источник природной кофеина, а, собственно, скрабирующие частицами там является целлюлоза. Поэтому он тоже довольно-таки мягкий, можно пользоваться при желании, особенно в домашнем уходе, если это имеет смысл, да, то есть я всегда с такой осторожностью говорю о скрабах, потому что, например, если скраб возьмет человек с тонкой, чувствительной кожей, близко расположенными сосудами, которые очень легко повредить, то скраб он может себе просто навредить, а если кожа грубая, плотная, комбинированная, жирная, с достаточно выраженным гиперкаратурсом, то, в общем-то, от скраба, используемого пару раз в месяц, ничего плохого не будет. А кофейный скраб, он как бы препарат два в одном, и у него в составе есть энзимы граната, то есть он одновременно энзимный пилинг и скраб, поэтому его можно использовать как энзимный пилинг, то есть, допустим, раз в неделю вы делаете его, просто наносите, но не растираете эти скрабирующие частицы, просто используете там, допустим, раз в две недели вы еще заодно, и после того, как подержали немножечко, минут 10-5 вот эти вот энзимы поработали, вы еще и помассировали скрабирующие частички. Надеюсь, я понятно донесла твою мысль, если не очень понятно, спрашивайте. В кабинете скраб использовать тоже можно, но могу сказать, по опыту тоже это реже используется, потому что эти частички скрабирующие надо куда-то девать, смываются они труднее, чем если мы дома умываемся, надо какую-то мягкую кисть, а кисть должна под каждого пациента быть своя, чтобы она была чистенькая, вот это смахнуть потом, то есть некие танцы с бубнами нужно осуществить, поэтому чаще, конечно, в кабинете используем энзимную ватку. Но такой способ тоже существует. И, как я уже говорила, как вспомогательное средство, средство с алисиловой кислотой, только ни в коем случае не спиртовые из аптеки, а именно безспиртовые варианты, такие, как наш, например, с алисилей в 2%, ну и какие-то еще, может быть, есть аналоги у кого-то в кабинете. Мягкое тепло тоже можно использовать, когда мы, например, доносим под пленочку дознокрустирующий гель и сверху кладем тепленькое полотенце, но надо помнить всегда, что если выраженный купероз, и вообще купероз есть, склонность к слабости сосудистой стенки у человека есть, то все разогревающие вот эти вещи лучше не делать. Значит, кожу мы подготовили и, соответственно, теперь мы переходим к этапу какой-либо аппаратной чистки. Естественно, в составе комплексной процедуры используется либо-либо, да, либо луковая чистка, либо глибаническая, ну, либо какая-то еще. Ультразвуковой пилинг из себя представляет, собственно, механическую чистку и используется для этого ультразвуковая волна с низкой частотой. Как мы знаем, низкая частота имеет большую силу, глубину проникновения, то есть 24, 26, 28 килогерц ультразвуковая волна, если расположить источник ультразвука перпендикулярно кожи, мы знаем, может хоть там до 15 сантиметров достигнуть глубины, но для чистки мы используем скраберы. И скраберы, они сконструированы так, что вот эта ультразвуковая волна, когда мы располагаем скрабер под 45 градусов, примерно, плюс-минус, она образует поперечные волны, то есть это поперечная волна, она идет по поверхности кожи, я все время привожу студентам аналогию, такую, как мы бросаем камушек в речку и вот он попрыгал дальше. Точно так же работает ультразвуковая волна на поверхности кожи. Предварительно у нас нанесен этот гель дзинкрустирующий, под которым распаривался эпидермис, холодный распарень осуществлялась 15 минут, ну или там какой-то другой отшелушивающий средство гелевой текстуры. И, соответственно, когда мы чистим, чтобы у нас не затухала в геле, например, эта волна ультразвуковая, мы еще добавляем жидкость. Оптимально добавлять лосьон дзинкрустации, потому что он сам по себе тоже содержит такие разрыхляющие дзинкрустирующие компоненты, в частности поливнилперабидон, например, и он стоит дешевле любого какого-то более-менее качественного тоника. Поэтому чаще всего в кабинете есть и гель, и лосьон, они покупаются парой. Дома, в принципе, можно выйти из положения и воспользоваться тоником, который у вас, например, есть. И когда вы делаете ультразвуковой пилинг, вы можете сбрызгивать поверхность или кисточкой наносить тоник, чтобы просто вот этот эффект кавитации, эффект вот этого возникновения пузырьков под воздействием ультразвука в жидкой среде был более выражен. И, соответственно, отшелушивание будет более интенсивное. И ультразвуковой пилинг делается, как правило, по зонам. То есть мы лоб открыли, лоб почистили, соответственно, щеку открыли, щеку почистили. И по одному месту мы проходимся максимум три раза. То есть мы сначала собираем гель с отшелушиванием петеллирем, поверх него нанесена жидкая среда, то есть лосьон, например, дезинкрустация. Второй раз мы просто наносим лосьон и по нему уже проходимся. И если нужно, третий раз проходимся тоже по лосьону. И потом переходим в другой участок. Точно так же мы обрабатываем все лицо. Ну и, соответственно, если нам нужно встроить этап мануальный в эту чистку, то есть как бы нужно удалить несколько пустул или выдавить несколько комедонов на этом участке, то мы откладываем скрабер, протираем поверхность, очищаем от остатков подшелушивающих средств. Если нам нужно воспользоваться инструментом стерильным или какой-то одноразовой иглой и что-то травматизировать кожным обязательно форме ксидина 0,5%, который для кожи и слизистых предназначен, протираем. И после этого мы, значит, уже мануальный этап сделали. Там болтушкой поврежденный пустулезный элемент подсушили. И только тогда мы переходим в другой участок. Поэтому, когда у нас аппаратный этап, например, туризуковой чистки встроен в процедуру комплексной чистки, мы не можем, например, по энзимной маске это проводить, потому что тогда она у нас будет 40 минут лизать на лице и вызовет раздражение. Поэтому, как раз, даже если мы разрыхляли предварительно энзимным пилингом, то мы все равно кладем более безобидный лосьон до закрустации и по нему уже спокойно чистим столько, сколько нам будет нужно. Вот этот момент, нюанс, я хотела прямо акцентировать внимание на нем, пояснить, потому что здесь иногда сложности возникают. Как, куда, что устроить и как, собственно, это сделать правильно. Длительность сама ультразвуковой чистки она не превышает, как правило, 5-7, ну, максимум 10 минут. Я не знаю, что там нужно чистить, какого размера должно быть лицо, чтобы 10 минут ее чистить ультразвуком. В принципе, хватает, чтобы 3 раза пройтись по каждому участку, обычно 5 минут. Эффект от ультразвукового пилинга это, в первую очередь, ликвидация гипертератоза. Естественно, после того, как мы отшелучили хорошо эпидермис, у нас будут хорошо проникать всякие активные вещества, там, витамины, кофеин, там, какой-нибудь сосудокрепляющий компонент, пептиды и прочее через эпидермальный барьер, то есть они не будут зависать на поверхности эпидермиса, если его слишком плотный слой. Гиалуроновая кислота, например, маломолекулярных форм, например, ультрамолекулярная, она будет отлично проникать вплоть до дермального слоя частично, поэтому качественное отшелушивание, конечно, помогает нам использовать интенсивные средства более эффективно. Ну, и красным выделила, что не предназначен ультразвуковый пилинг для того, чтобы очищать кожу от комедонов, пусту, потому что я действительно видела многократно, как пытаются этой лопаткой что-то выдавить, давят ей куда-то, но этого делать не надо, потому что, во-первых, когда вы придавили лопатку сильно к козе, она перестает вибрирует, то есть перестает фактически ультразвук работать, потому что колебания, которые генерируют пьезоэлемент, они как раз передаются на вот этот вот нож страдера, вот эту лопатку, и поэтому, конечно, она не предназначена для этого. Если вам нужно выдавить комедон или пустулезный элемент, то вы используете для комедонов, как правило, рубки, иногда частично лошкула, а для пустулезных элементов лошкула, и если нужно поддеть крышечку, скажем так, на комедоне, стерильную мезыглу. Или дешевле, например, иногда, чем мезоинсулин. Это тоже тоненькие можно использовать. Соответственно, показания культурно-тополопили те же самые, что и, в общем-то, для любой чистки, кроме гиперкератозы и всех проявлений закупоренных пор. Это может быть гиперпигментация, потому что, когда мы регулярно отшелушиваем кожу, у нас пигмент поверхностный уходит быстрее, но это не относится к пигментации глубокой нормальной. Возрастные изменения понятно, что чем мы лучше отшелушиваем, но главное, естественно, не чаще, чем это положено делать, чем мы лучше отшелушиваем, тем более такое гладкое и светоотражающее будет лицо, и меньше будут заметны, например, мелкие морщинки. И как подготовка кожи к форезам. Вот когда мы готовим кожу к форезам, то есть к фонофорезу, ионофорезу, литерпорации, к лазерной биритализации, то есть ко всем процедурам, когда мы делаем какие-то попытки внедрить что-то активное и полезное в глубокие слои кожи, нам максимально хорошо нужно убрать отгавившие частички. Поэтому мы можем использовать цитоцокловой пилинг, мы можем использовать также просто массаж по энзимной маске, то есть все, что пациенту подходит. Например, при чувствительности повышенной и когда человек реагирует на папаин, на хокислоты, на какие-то еще ферменты, на бромелоин, в составе энзимных масок, как раз ультразвуковой пилинг может выручить, потому что мы можем использовать более мягкое отшелушивающее, разрыхляющее средство гель-дезинкрустации и при помощи ультразвука все отшелушит. Вот, вопрос следующий получается, сначала по гелю делаем механическую с инструментом ультразвука или наоборот. Смотрите, я еще сейчас в протоколе поясню, но мы сначала делаем поверхностное очищение, глубокое разрыхление, потом мы делаем аппаратный этап, если аппаратный этап, понимаете, аппаратный этап он делается как? У нас должна все-таки пленка лежать на коже, но если это гальваника, там немножечко другое, сейчас мы поговорим о гальванике, вы поймете, как это происходит, но если ультразвуковой пилинг, то там пленка, если это просто энзимный пилинг мы положили под пленку тоже, то она все равно пленка лежит, и если мы ее сразу снимем всю и смоем, то пока мы доберемся со своими манипуляциями, например, до подбородка со лба, или кто там с чего начинает, я, например, со лба всегда начинаю, мне так удобнее, и то, соответственно, уже на подбородке все тянутся поры, уже никакого разрыхления уже не будет, подсохнет кожа и толком от этой чистки не будет, поэтому мы работаем всегда зонально, то есть мы ультразвуком почистили лоб сначала, то есть мы убрали гиперкератоз, после этого мы водичкой очистили от всего лишнего кожу, если нам нужно убрать пустулезные элементы, то мы берем ловку стерильную, протираем коргексидином и мануальный этап делаем, вот, то есть сделали инструментальный этап, в этой зоне все продезинфицировали, болтушкой допустим подсушили и только после этого мы переходим на следующий участок, например, щека и там правая или левая часть носа. Обработали эту зону полностью, сначала ультразвуком, потом руками, потом перешли на другую щеку, обработали и дальше подбородик и в общем, когда мы все-все-все закончили, вот у нас оставилось там несколько пятнышек, которые мы там цинковой болтушкой подсушили локально воспалительные элементы удаленные и прямо поверх этого всего мы накладываем глиняную маску. Понятно, да, наверное, да, я теперь объяснила. Следующий вопрос, можно ли в одной процедуре использовать и энзимный пилинг и ультразвуковой? Можно использовать, как раз вот о чем я говорила чуть ранее, когда у нас очень тугие поры, очень сложно разрыхлить, мы можем энзимную маску использовать как помощника, как дополнительный подготовительный этап перед ультразвуковой пилингом. Только энзимную маску мы смываем, наносим гель для закрустации в идеале, да, и по нему уже чистим ультразвуком. Тут есть небольшой нюанс, если мы не планируем комплексную чистку, то есть не будем зонально долго возиться с каждым участком, то в принципе мы можем ультразвуком почистить и по энзимке, то есть по энзимной маске. При этом мы можем, допустим, чтобы каких-то перепадов в ПАЖ средств не было, мы можем, например, в качестве жидкости использовать тоник саха кислоты. У нас энзимка кислая, и тоник саха кислоты имеет ПАЖ где-то около 3,6, то есть мы можем почистить таким образом. Вот, но как по классике, конечно, энзимку надо смыть, нанести гель дезинкрустации, который более, скажем так, лояльный, натости к коже, но при этом он еще имеет разрыхляющий компонент в составе, и лосьон дезинкрустации тоже их имеет. И, собственно, чистим уже, сколько нам взумается по гелю для дезинкрустации. Надеюсь, я понятно объяснила. То есть, да, можно какие-то шаг в сторону, это не критично, но если предполагается длительное воздействие какое-то, то, соответственно, лучше энзимку смыть. 15-20 минут это потолок ее, собственно, экспозиции. И стараться нужно это время экспозиции не превышать. Даже можно сокращать. То есть, мы 10 минут, допустим, по энзимке разрыхлили, положили гель дезинкрустации, и так как по нему еще долго достаточно будет происходить процедура, то, соответственно, можем чуть подсократить время энзимной маски. Все ориентируемся всегда индивидуально на кожу пациента, потому что есть более чувствительное, менее чувствительное. У кого-то прям такая густая сиборея и тугие поры, плотная кожа, что приходится действительно полную экспозицию, чуть ли не 20 минут поддерживать энзимную маску, еще и под тепленьким полотенчиком и потом уже под пленку класть инкрустирующий гель и еще и чистить минут 40. Соответственно, с ультразвуком мы разобрались. Гальваническая дезинкрустация. Гальваническая дезинкрустация это менее востребованный вариант аппаратной чистки, потому что его просто реже делают, у него больше противопоказаний, потому что это все-таки электрический ток в миллиамперном диапазоне, противопоказаний я отдельно еще все просто слайдик вам дам перечистку, они в принципе стандартные как для всех аппаратных процедур, просто чтобы не забыли. Но для гальваники противопоказанием является наличие выраженного купероза, склонность к слабости сосудов, к приливам, покраснениям, то есть когда сосуды можно повредить, то есть сосуды являются противопоказанием для этого вида чистки, это раз, а два, так как это электрический ток в миллиамперном диапазоне, то все дентальные импланты, все импланты, какие-то элементы остеосинтеза, какие-то внутрикожные импланты, ну сейчас они реже встречаются, но нет гарантии, что к вам не придет женщина, которую, например, сделали золотые нити в начале 2000-х, когда это было популярно. поэтому здесь как раз такое дело, противопоказаний больше, поэтому гальваника используется реже, но когда, например, она больше всего нужна, это когда грубая гиперкератозная кожа с тугими порами, которые очень сложно разрыхлить и вообще как-то вот открыть, что-то оттуда вытащить, когда склонность к комедону образованию, можно сказать, зашкаливает, когда образуются очень быстро черные точки, окисляется кожное сало, и там вот этот весь детрит неотшелушенный образует плотную такую замазку, которая, собственно, у нас в густе сальной железы стоит, вот тогда, конечно, гальваника очень хороша, и плюс, когда тусклая кожа, например, кожа курильщика, нет проблем с сосудом, но вот она тусклая, нарушенная микроциркуляция, потому что электрический ток еще стимулирующим воздействием обладает, он еще параллельно поработает с сосудами, придет к крови, вызовет, особенно, когда мы будем первый этап с катода с минусом проводить, и это дополнительно даст еще позитивный какой-то побочный бонусный эффект, скажем так, желательный, вот, но не всем это можно и показано. Так вот, гальваника, это вообще использование постоянного тока, естественно, по лицу мы используем постоянный ток силой ну, максимум там 3,5-4 миллиампера, в среднем от 2,5 до 3,5 миллиампера средний человек чувствует комфортно. То, что выше, уже будет больно, а боли быть и жжение не должно. Ориентируемся мы в процедуре всегда на ощущения пациента, то есть мы сначала прикладываем манипулу, ток потом усиливаем потенциометром, регулируем силу тока, и когда чувство покалывания легких таких ползаний мурашек человек почувствовал, это как раз означает то, что нам прибавлять больше не нужно, можно на этой силе тока работать. Процесс процедуры можно еще чуть-чуть подкрутить, потому что кожа адаптируется, рецептор адаптируется, нервные окончания и можно чуть-чуть прибавить, например, силу тока, допустим, на полтора, там на двух человек почувствовал, потом перестал чувствует, мы там два с половиной перепоставили, сделали процедуру. Соответственно, гальваническая дезинкрустрация тоже проводится не чаще одного раза в неделю, но по сути тоже где-то в кабинете обычно чистка комплексная с использованием гальванической дезинкрустрации проводится в среднем раз в 3-4 недели. Мы знаем, напомню вам чуть-чуть физику, не будем долго в конце нам это восстанавливаться, у нас есть специальные вебинары, все висят спокойно на YouTube, можно их посмотреть, как раз про аппаратные чистки, про аппаратные вообще процедуры, есть еще 5 лет назад я читала большой такой семинар двух там с чем-то часовой ликбез по аппаратной косметологии, если кому интересно, можно просто его на YouTube посмотреть, и кстати на YouTube под видео тоже можно задавать вопросы, их потом пересылают нам, косметологам, которые читают вебинары, например, или влоги, и мы стараемся на них ответить, если там, конечно, какой-то совсем простенький вопрос и не связан там с техникой, то наши администраторы, которые курируют YouTube, они могут и сами на него ответить, например, где что-то купить, если человек задает, да, если вот там, например, адресован вопрос именно к лектору, который читал вебинар или влог, записал, то мы сами отвечаем просто через человека, который копирует наш ответ вам. Так что можно, если вдруг не успели здесь какой-то задать вопрос, можно на YouTube задавать, и запись этого вебинара скорее всего тоже будет на YouTube, обычно через какое-то время его выкладывают. Вернемся к ливаническому току. У нас есть катод отрицательный заряженный электрод, есть анод положительно заряженный электрод. Соответственно, заряженные ионы двигаются к противоположному электроду. И, соответственно, если мы хотим, скажем так, притянуть положительно заряженные ионы к электроду, соответственно, у нас электродом должен быть заряд отрицательный, а положительные ионы будут к нему притягиваться. Если мы хотим ввести, например, ионофорезом наоборот какие-то вещества, заряженные положительно или отрицательно в кожу, это уже совсем другая процедура, нет зонкрустации, а ионофорез, тогда они должны быть одноименно заряжены. Например, отрицательно заряженная гиалуроника вводится с катода, с минуса, потому что она минус от минуса будет отрываться и она будет, соответственно, попадать уже в глубокие слои кожи. Когда мы делаем гальваническую дезинкрустацию, необходимо учитывать, конечно же, и воздействие самого отрицательного положительного электрода на эпидермис и на сосуды и на нервное окончание, потому что сам электрический ток без даже того, что там, например, щелочная среда используется для чистки, а когда мы, например, работаем с ионофорезом, там, может быть, средство иметь эстральный ПАЖ чаще всего или кислый, есть определенные реакции кожи и не только кожи, структуры тканей на отрицательный или положительный электрод. Так вот, когда мы воздействуем минусом катодом, у нас возникает щелочная реакция на кожу, то есть увеличивается ПАЖ. Так как мы дезинкрустацию делаем по щелочному раствору, то мы, как говорится, еще больше увеличиваем эту, как говорится, реакцию. А нод, наоборот, кислую реакцию дает на кожу, поэтому мы используем, например, вторым этапом дезинкрустации воздействия санода для того, чтобы вернуть ПАЖ на место. Тонус пор, соответственно, у нас... Так, а у всех ли пропала презентация? Скажите, пожалуйста, у всех видно или только у Дины не видно? Может быть, случайно какую-то кнопочку нажали? У меня вот все видно. Видно. Ага. Попробуйте, Дина, перезайти просто заново. Либо вы, может быть, кнопочку какую-то нажали у себя случайно, ну, либо что-то, какой-то глюк. Да, я поняла, если у всех видно, значит, это просто у Дина какая-то проблема. Попробуйте выйти и зайти заново, и тогда будет все нормально. Вот. Как правило, проблемы локальные вот у людей бывают из-за того, что интернет, допустим, нестабильный или какие-то вот провайдеры. Проблемы помогают выйти и зайти. Чаще всего. Вот. Или какому-то источнику... там Wi-Fi какому-нибудь другому подключиться. Поэтому, если что, не беспокойтесь, запись будет. Более того, для участников запись, еще ссылка на запись обычно с автоматом приходит после того, как вебинар прошел там в течение пары дней. Поэтому всегда можно будет что-то пересмотреть. Едем дальше. Поры у нас расширяются, когда мы воздействуем катодом, и наоборот сужаются, закрываются, когда мы воздействуем анодом. Усиление микроциркуляции у нас на катоде, на отрицательном электроде, и наоборот сужение сосудов на аноде. Усиление секреции сально-потовых желез, оно нам, кстати, нужно во время чистки, потому что мы разрушаем кожное сало, оно лучше укуируется, как раз на первом этапе, на катоде будет, на отрицательном электроне происходить, а наоборот успокаивается кожа, и сально-железа, в том числе и потовые, на привозистые, положительные заряженные электроны. Нервное кончание, опять-таки, катод он стимулирует, вообще надо обратить внимание, что катод он такой, возбуждающий, стимулирующий, а анод он такой успокаивающий и расслабляющий, поэтому нервное кончание стимулируется на катоде, когда мы работаем катодом, может даже легкая гиперемия появится, но она потом быстренько уходит. Соответственно, расслабляется нервное кончание при воздействии анодом, повышение чувствительности может быть на катоде, снижение возбудивости, наоборот, на аноде, и под воздействием к катодам, особенно с использованием каких-то разрыхляющих препаратов, эпидермис гидротируется, то есть разрыхляется, происходит такое явление, которое называется электроосмос, когда влага притягивается на этот участок, на который воздействует отрывательным электродом. Поэтому как раз здесь вот это нам нужно для первого этапа чистки гальванической, а потом мы обрабатываем кожу санода и восстанавливаем плотность эпидермиса, немножко подсушиваем его, когда работаем уже на втором этапе по воде. Это сейчас я вам точно еще в протоколе прямо опишу, то есть это у вас останется. Нагрустация, что важно, используются щелочные растворы или гели, и происходит омыление триглицитов кожного сала, соответственно, каких-то еще растворенных в них веществах, загрязнениях. Вот это вот все вступает в реакцию щелочью и происходит реакция омоления жиров. Кто, может быть, когда-нибудь мыловарением занимался в качестве хобби, знает эту реакцию хорошо. И поэтому, когда мы используем натриевые соли, у нас гидроксид натрия потом образуется, у нас на выходе получается твердым, мыло, но твердое мыло мы с лица не будем скребать. Я уж так шучу, конечно. И вот на столь калия в дезинкрустирующих средствах используется, поэтому образуется жидкое мыло, его легко кожа смыть. Соответственно, поэтому надо понимать, что для гальванической дезинкрустации мы можем только щелочные средства использовать, а это гель для дезинкрустации и лосьон для дезинкрустации. Гель наносится на кожу, выполняет еще и роль холодного распаривания перед процедурой, а лосьоном такой вот, которая из вот такой ткани, да, из панлейс, как правильно используются вот эти одноразовые маски, мы пропитываем лосьон хорошенечко, укладываем на кожу прям поверх геля и уже потом проводим первый этап гальванической дезинкрустации. Вот, помимо омоления жиров у нас, как я уже говорила в начале, по действиям электрического тока протеолиза белка образуется, то есть он у нас распадается, да, вот эти роговые чешуйки лучше отшелушиваются, то есть процесс отшелушивания при гальванической дезинкрустации тоже происходит. Как мы делаем? То есть мы кожу подготовили, распаривание сделали, потом пропитанную лосьоном для дезинкрустации щелочным салфетку или маску, да, мы наносим на кожу, в руке у нас зажато много слоев влажной салфеточки обернутый пассивный электрод, он будет положительным, а лобильный электрод вот в виде бочонышка или в виде какого-нибудь грибочка, он будет отрицательно заряжен, то есть подсоединен к аппарату, к разъему минус. Соответственно, с минусом работаем 7 минут по вот этому щелочному раствору, по маске с голой кожей у нас электроды при гальванике не контактируют, можно ожог вызвать, поэтому обязательно должна быть гидрофильная прокладка между кожей и соответственно электродом. и после этого мы обработали допустим 7 минут, снимаем это все, смываем это все, все остатки белка разложившегося и кожное сало сходившегося, все это смываем и после этого мы берем чистую масочку или салфеточку, пропитываем ее печеной водой или допустим тоником с нейтральным паш, например, для жирной проблемной кожи есть у нас такой либо обычный даже можно взять тоник с гидроизатом коллагена алоэ вера и вот эту салфеточку кладем на лицо и еще 2 минуты с плюса, так как мы помним, что плюс у нас нейтрализует все вот эти возбуждающие и разрыхляющие эффекты отрицательных электродов, плюс их нивелируем, работаем еще 2 минутки для того, чтобы восстановить паш кожи и снять вот эти разрожающие эффекты. Соответственно, здесь тоже, если мы мануальную чистку собираемся сделать, мы, конечно, не как при ультразвуковой чистке зонально это будем делать, мы просто всю гальваническую, вот этот первый этап с катода проведем, снимем маску, все смоем и там какое-то количество комедонов или там пустулезных элементов удалим. И дальше мы наносим уже, после этого мы все это сделали, масочку опять пропитанную водой или тоником и второй этап уже завершающий делаем после этого. Потому что если мы, например, сделаем сразу оба этапа, то нам будет трудно удалить, например, комедоны из уже сузившихся пор. С гальваникой разобрались? Если по гальванике есть какие-то вопросы, тоже пишите, параллельно отвечу. Газожидкосной пилинг. Еще один вид процедуры, которую иногда называют аппаратной чисткой, но я бы, честно говоря, ее чисткой не назвала, потому что это все-таки больше такое воздействие поверхностное, не могу сказать, что очень эффективное с точки зрения именно чистки и отшелушивания, но зато дает за счет воздействия, как говорится, вот этим вот под давлением этой воды дает очень хороший лимфодренажный эффект, если правильно, собственно, водить по линиям, которые соответствуют направлению лимфатических наших коллатералей и расположению региональных мимфоузлов. Поэтому газожидкосной пилинг может делаться, если есть желание, очень, кстати, он популярен в летнее время, потому что эта прохладная водичка, она очень приятная на коже, и действительно, если хорошо разрыхлить перед газожидкосным пилингом кожу, то, в принципе, она действительно будет гладкая, очень такая сияющая, и процедура, как процедура на выход даже может использоваться очень неплохо. Соответственно, у них очень много разных названий, JetPill, и там какие-то еще, AquaPill, то есть зависит от аппарата, как его там обозвали, но, по сути, это примерно одно и то же воздействие. Без вакуума, имеете в виду, вакуум это отдельно, вот Hydrofacial это Hydrofacial, это с вакуумом, а здесь именно как JetPill. После газо-жидкостного пилинга еще бывает газо-жидкостной или иногда называется мезотерапия, хотя, конечно, это не мезотерапия, когда есть такие манипулы, как аэрограф, который рисуют, например, на автомобиле, вот из этого аэрографа сыворотки наносят, тоже под давлением, в принципе, тоже достаточно приятно, увлажняющие сыворотки можно использовать, а-ля там наши интенсивные умоложение 3D-овладнение. Но в целом такая процедура больше на СПА такое воздействие, нежели какое-то прям активное или агрессивное. Основное показание газо-жидкостного пилинга мы к особенности перейдем, это гиперкератоз, то есть при гиперкератозе будет полезно очень хорошо при пастозной обезвоженной гиперкератозной коже, то есть когда еще отечность и обезвоженность, при повышенной чувствительности, ну в разумных пределах, конечно, потому что очень мягкое воздействие, не агрессивное, и при наличии противопоказаний к другим видам, то есть культурно-зуковой или гиперкератозной чистки. То есть вот при куперозе, например, делать можно. Пополняется она по дистиллированной воде, либо по лосьонной динкрустации, как правило в аппарат вставляются такие баллоны по литру, лосьонная динкрустация у нас как раз в профобъемах такое есть, но в принципе можно дистиллированной водой обойтись и соответственно уже вот эта дистиллированная вода под давлением подается и собственно процедура проводится. Тоже не удаляет комедонные воспаления. Вообще надо понимать, что комедонные воспаления мы можем удалить только руками инструментом. Никакая аппаратная чистка с этим не справится. Для возрастной мелкоморщинств тоже газородкосной можно, вот в отличие от вакуумной чистки, которой категорически нельзя при дряблой коже, а газородкосной в принципе неплохое воздействие, особенно когда как говорится еще дополнительно такой эффект приятный дает, то есть очень комфортная процедура. Но не надо расцениваться как чистка в принципе. Это конечно не чистка в некотором роде. Это конечно способствует удалению гиперкератоза поверхностного 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 кератиноцитов, которые условия взбитки могут быть, но собственно это не как таковая прям чистка. И газородкосной пилинг не используется в комплексной чистке лица. То есть ультразвуковая глиманическая закрустация и даже вакуумной в принципе чистка используется, а газородкосной пилинг это больше такая процедура на выход, когда мы делаем вот это вот отшелушивание легкое, допустим, там эндимную маску, потом газородкосной пилинг. После этого мы можем сделать джетспрей, то есть ввести какую-то сыворотку интенсивно увлажняющую, маску успокаивающую лимбинатную положить и будет такая процедура на выход с эффектом тяняющей кожи. Следующий вид чистки вакуумная чистка лица. Я уже говорила, что не очень она тоже востребована, хотя в определенных регионах, где вот этнически плотная жирная кожа, нечувствительная, она, как говорится, более распространена, там и чистка вакуумная более распространена. Кроме того, вакуумная чистка лица, к сожалению, помимо ультразвукового пилинга, это один из немногих видов, которые официально можно делать косметологу без медобразования. По профстандарту бытовых услуг она фигурирует. Поэтому всегда, например, косметолог-эстетист может выполнить гальваническую дезинкрустацию на медицинском аппарате, потому что он просто может не иметь права с ним работать с этим аппаратом. Но это такие уже нюансы, не касающиеся техники выполнения процедур. Что себе представить вакуумная чистка? Это компрессор, который, собственно, создает вакуум и манипулы вытягивают предварительно разрыхленного эпидермиса, возможно, какое-то содержимое пор, комедон и так далее. Но надо понимать, что не так это может быть эффективно, особенно при тугих порах. То есть из дряблой какой-то поры, которая зияет, возможно, вакуум и вытянет, но при дряблой поре будет дряблая кожа. Соответственно, мы этим вакуумом будем усугублять дряблость морщины. То есть при дряблой коже вакуумную чистку нельзя. Поэтому тут такая палка о двух концах, что это не самый эффективный вид чистки. и имеется у него достаточно много противопоказаний. То есть им навредить проще, чем принести пользу. Поэтому если купероз, даже начинающийся вакуумную чистку, ни в коем случае делать не надо, потому что мы любой хрупкий сосуд можем тут же сделать теренгиоктазии, которую придется потом идти лазером или сургитроном удалять. При реактивной коже и раз в подобных состояниях, опять-таки, когда у нас сосуды реагируют, тоже нежелательно делать эти процедуры. При дряблости кожи, естественно, потому что мы растягиваем кожу, этот вакуум в себя убирает, и при дряблой тонкой кожи очень нежелательно. Соответственно, необходимо очень качественное разрыхление эпидермиса, чтобы что-то из нее возможно было вытянуть. Зачастую сочетают даже с гальванической закрустацией вакуумную чистку, ну и когда есть такая возможность, то есть сначала все разрыхляется, потом проходится, например, вакуум еще, но в принципе при хорошем разрыхлении можно и руками без вакуума все, что можно удалить, а все, что не нужно, и не нужно удалять, то есть не нужно стремиться все поры вычистить, потому что, как говорится, это не всегда полезно. До вакуумной чистки, естественно, можно подготовить кожу легким пилингом. Вот, также есть протоколы, когда, например, легкий пилинг, чтобы улучшить вот эту гладкость кожи, вот этот блеск, делается после вакуумной чистки, как правило, эти протоколы, ну, чаще встречаются опять-таки в тех этнических регионах, где преобладают пациенты с плотной жирной козой, вот, гиперкератозной, которые нормально с нечистительной кожи перенесут после вакуумной чистки, после еще предварительного запения, еще и легкий пилинг, вот, поэтому здесь как раз надо это учитывать. И также вакуумная чистка редко используется в протоколе комплексной чистки лица. Вот, какие противоказания вспомним к аппаратным чисткам, они у нас, в общем-то, достаточно все стандартные, и онкология и беременность это противоказания для всех аппаратных воздействий, включая аппаратные чистки, вот, ну, например, тот же газо-редкостной пилинг, конечно, в принципе, можно при беременности делать, но с беременными надо быть очень осторожными, потому что, как говорится, после не значит следствие, но не все об этом знают. Если вы там чем-то воздействовали на личное положение, а потом у нее что-нибудь произойдет неприятное, то могут обвинить вас порой незаслуженно в том, что вы в этом виноваты. Но еще надо учитывать, что если более поздние сроки беременности, то какое-то длительное лежание на спине на пушатке, оно тоже нежелательно, поэтому с этой даже точки зрения какие-то довольно-таки длительные процедуры лучше времени не проводить. Что касается онкологии, то аппаратные воздействия, даже газово-косновой пилинг, учитывая то, что он лимфодренажный эффект дает хороший, нежелателен, потому что если в анамнезе была онкология, то мы дополнительным лимфодренажем можем простимулировать миграцию метастазов, например, то не гарантирует, что их там где-то нет. У пациента есть у него онкология в анамнезе, даже если он соперирован, благополучно и так далее. Поэтому с этим надо быть осторожными. Даже обычный массаж при онкологии противопоказан, дренажные особенно. Острый гнойно-воспалительный процесс опять-таки понятно, павлитерная кожа для всех видов аппаратных чисток будет противопоказан. Соответственно, когда у человека борется с инфекцией какой-то, не важно, аденовирусной или герпетической, то тоже, конечно же, мы никакие аппаратные воздействия делать не будем, желательно вообще никакие не делать. Соответственно, что касается аппаратных воздействий с электрическим током и ультразвуком, как правило, хронические тяжелые заболевания, особенно декомпенсированные органы и системы являются противопоказанием к любой аппаратке. То есть гипертоническая болезнь декомпенсируется, синкардия, шимическая болезнь сердца, какие-то аритмии, эндокринные нарушения, особенно если это, например, гиперфункция тоже щитовидной железы. Психические заболевания, но вы, правда, можете об этом не узнать, пациент вам, если он декомпенсированный медикаментозно, если он компенсированный, наоборот, медикаментозно, он вам просто может не сказать, что у него есть какие-то проблемы и что он, допустим, на каких-то нейролептиках. Но тут уже, как говорится, дело такое. Всякие хронические системные заболевания, аутоиммунные процессы, это все тоже для любой аппаратки являются противопоказанием в рамках эстетического воздействия, то есть в рамках кабинета косметологии, я имею в виду. Хронические дерматозы в области воздействия это тоже противопоказание, но относительно, потому что хронический дерматоз, он, как говорится, в период обострения является противопоказанием, в период ремиссии может никак не мешать делать эту или иную процедуру. Неврит лицевого троничного нерва для всех видов аппаратных воздействий в области лица является противопоказанием, кардиостимулятор понятно. золотые нити, как я уже говорила, импланты внутрикожные, небиодеградированные филеры, этого всего сейчас крайне мало, потому что то сейчас не делает, как правило, недеградируемые филеры, не из гиалуроновой кислоты, или там, допустим, нерассасывающийся материал для тренд-ритинга используют. Но могут быть такие пациенты, поэтому аппаратные чистки будут запрещены, имеется в виду гальваническая инзокрустация и ультразвуковой пилинг. Соответственно, элементы остеосинтеза в области воздействия, то есть, когда стоят какие-нибудь пластины, там, металлические элементы в области лица, туда не делаем. И наличие дентальных имплантов является противопоказанием для гальванической инзокрустации, ну, как и для остальных процедур с использованием миллиамперного диапазона электрического тока. И в заключение соответственно протокол разберем с самой комплексной чистки с аппаратным этапом. Комплексная чистка лица. Во-первых, что для нее понадобится? Для комплексной чистки нам нужно помимо аппаратов, которые мы будем использовать, да, тот или иной, нам нужны еще определенные расходники, которые нам понадобятся для мануального этапа. Соответственно, нам нужна лодка уна стерильная, нам, возможно, понадобятся наразовые иголочки. В общем, чем больше вы будете использовать одноразовых расходников, тем лучше. Да, лошки, понятно, не сделаешь одноразовым, потому что они многоразовые, но их нужно тогда обязательно стерилизовать или в автоклаве, или в сухожаре. Никакие там гласперленовые стерилизаторы и всякие там другие варианты не подходят, потому что эти инструменты контактируют с биологическими жидкостями, с кровью, с лимфой, и поэтому здесь с гноем и в коем случае естественно в избежании трансмиссивных гепатитов и других неприятностей нельзя пренебрегать санитарной гиеной. Соответственно, нам нужны тканевые салфеточки, которые мы пальчики оборачиваем и комедончики удаляем. Перекись водорода нам нужна только для обработки ловки уна. Мы не работаем по перекиси водорода, не сжигаем эпидермис только поболтать ложку уна, чтобы следующую кустулу выдавить на разовой чашечке мы эту перекись водорода используем. Я беру обычные разовые стаканчики чистенькие и вот этой перекиси ложку уна там болтают. Вот очень удобно и стаканчик можно выбросить без проблем. Гиалуроновые филеры не являются противопоказанием к аппаратным процедурам, являются небиодеградируемые филеры. То есть гиалуроновые филеры являются противопоказанием к аппаратке только в 30-40 дней после их установки. Но существовали ранее филеры, которые там в составе имеют какие-то не разлагающиеся компоненты, там тот же силикон и подобные какие-то вещества. И при наличии такого варианта коррекции объема аппаратные процедуры нежелательно делать. Потому что он может мигрировать, сместиться, переместиться и в общем ничего вы с ним не сделаете. Не рассосете лунгидазы, как гиалуронку. Соответственно, что касается нитей, то золотые нити, естественно, внутрикожные металлические импланты являются противопоказанием ко всей аппаратки. Обычно используют диоксонона, биодеградируемые тоже рассасывающиеся нити для терпельтинга, которые сейчас в основном используются. 2-3 месяца нельзя делать аппаратные процедуры после постановки таких вот нитей, а потом можно спокойно делать аппаратные процедуры. Соответственно, дальше нам нужен хлоргексидин или актельный септ, то есть беспиртовой антисептик для обработки экстрагированных пустулы для подготовки кожи, прежде чем мы эту пустулу выдавим. Соответственно, это берется 0,05% хлоргексидин беспиртовой либо актельный септ тоже беспиртовой. Потому что существует еще хлоргексидин спиртовой 0,5% который как раз используется для обработки манипул, чего-нибудь такого, то, что нужно протереть. Но не для кожи. Болтухка на основе цинка. Все жду, когда может быть когда-нибудь. В гильтеке тоже появится такая. Но мы пока не работаем со спиртом, поэтому у нас таких пока препаратов нет. Прекрасно можно использовать, я больше всего люблю, не скрывая этого, джиджевский биодерм. Его хватает очень надолго. Он очень хороший, с камфорой, с цинком. Очень хорошая болтушка. Хранится долго на спирту. И вот локально в одной палочкой подсушить, допустим, удаленный пустулезный элемент очень ей удобно. Ну, за неимением можно аптечный циндол использовать. Другое дело, что джиджевскую болтушку или ее там аналоги тоже некоторых израильских марок можно нанести и потом она подсыхает, ее смахнул ватным диском и практически как тонкий слой пудры, ее незаметно на лице. А циндол, он такой белой краской как замазка, который, знаете, корректирует текст, остается, ее приходится только смывать чем-то там, тоником стереть и так далее. Иначе так и будет белое пятно. Ну и, соответственно, опционально нам может понадобиться зеркалин или баниоцин, ну какой-то, я больше люблю порошковый баниоцин, чтобы присыпать, например, пастулезный элемент и потом, чтобы человек, допустим, еще там 3-4 дня вот эту ранку в избежании вторично инфицированного, инфицированного, если там был гной изначально, да, чтобы он обрабатывал, то можно вот еще иметь хорошо чем-то баниоцин. Соответственно, протокол ультразвуковой чистки в составе комплексный. Сначала очищающий гель у нас, да, либо двухэтапное умывание, о чем мы с вами вначале говорили, да, используем гидрофильм масло, если нужно что-то плотно смыть. Сначала поверхностное очищение, потом мы используем для усиления действия разрыхляющего препарата лосьон, отшелушивающийся с 2-х процентной салициловой кислотой, салицилик 2%, протираем амлицин с помощью ватного диска, после этого делаем холодное распаривание. Самый простой вариант нанести гель на конкурустацию на 15 минут под пленку. После этого мы проводим ультразвуковой пилинг по этому же гелю и лосьону, как я вот ранее объясняла, да, как это делается. Кстати, у нас ультразвуковой пилинг и на Ютубе выложен, как проводить, то есть можно там посмотреть, если кому интересно. Соответственно, ультразвуковой пилинг проводим. Если мы планируем мануальный этап, то, как я уже объясняла ранее, мы по зонам, сначала ультразвуком почистили лобик, все там сделали, руками все сделали, и после того, как мы завершили это все, после этого мы опять берем страбер и переходим на следующий участок. Соответственно, после того, как мы чистку провели и ту и другую, мы наносим маску всего баланс с каорином, с коламином, с бентонитом, то есть со всеми успокаивающими и подсушивающими поросуживающими компонентами на 15 минут таким тонким слоем. После этого мы масочку смываем, смывать удобно, конечно же, салфеточкой такой, как бы вот, которая в рулонах есть, да, мы их используем всегда для умывания пациентов, и наносим уже успокаивающую маску, тканевую с пропиточкой, чуть позже подробнее прямо скажу, но кто с нами того знает эту маску с эффектом фарфоровой кожи на основе гель для сухой нормальной кожи нео и лосьоноконцентрата. Лосьоноконцентрат нео, кстати, можно не только для маски, естественно, использовать, это самый, можно сказать, активный тоник гельтек с 10% гидрокверцетином, и многие знают, что я лично его люблю, как представитель возрастной группы 45+, вот, и многие люди с атоничной, тусклой кожей, с сосудистыми проблемами, пациенты с розацией очень любят лосьоноконцентрат использовать как раз в качестве тоника, потому что это активный тоник, непростой, с сосудокрепляющим компонентом, соответственно, в основном составе. Дальше мы после успокаивающей маски уже ничего не смываем, просто снимаем эту масочку, если где-то там не впитался гель, можем этой же маской стереть, и наносим уже завершающее средство. Это может быть стопакнес с с военной кислотой, это может быть сыворотка альфа-дермфлюид, обновляющийся миндальной кислотой и другими ахокислотами, это может быть просто гелевое средство такое, как демотен с серой или гель пектиновый с кислым паш, тоже после чистки хорошо. То есть это уже выбираем, что пациенту нужно. Чистки лучше всего назначать, конечно, на вторую половину дня, чтобы не приходилось закрывать еще средства с СПФ. Вот. Опционально после завершения зачистки мы можем еще дарсонвализацию сделать, то есть обработать аппаратом дарсонваль, контакт на все лицо, пустулезные элементы удаленные, дистантно пристрелить. Вот. И, соответственно, чаще всего дарсонвализация делается уже после того, как впиталась и кожа подсохла, да, послухая кожа уже на завершающем этапе. Второй вариант, когда дарсонвализацию оставляют, это когда мы, например, после успокаивающей маски можем нанести, например, антисептическую пудру и по ней поработать, да, но могу по опыту сказать, что использование антисептической пудры, оно не всегда хорошо, потому что есть люди, у которых, например, в возрасте уже там, допустим, 35-40 плюс, да, уже не такие тугие и быстро спадающиеся поры, и, собственно, вот эта антисептическая пудра просто проваливается в эти вияющие поры, а после чистки они еще какое-то время могут зиять, вот, и это не очень эстетично, потом приходится смывать, там, вымывать, ну, то есть, короче, если проще сказать, то лучше не использовать пудру, а просто по сухой коже сделать дарсонвализацию уже на завершающем этапе. По тальку не надо делать дарсонваль, потому что тальк, он вообще нам не очень, как бы, полезен. Тальк используется, когда за неимением, скажем так, антисептической пудры, вообще дарсонваль можно делать по сухой коже без всякого контактного средства, ему она не будет. Вот, тальк используется, когда мы там, допустим, делаем массаж по жакель, по спелу, вот этот щипковый, вот, и, в общем-то, чем меньше на проблемной коже талька, тем ей будет лучше. Тальк не самый лучший вариант. Вот, поэтому, если хотите сделать по какому-то пудровому такому вот препарату, дарсонвализацию, да, то лучше купить антисептическую пудру. В израильских парках ее в ассортименте тоже много, у нас, к сожалению, нет, но можно взять там Джиджи или Анлатан, мне кажется, они вообще все на домзаводе делаются, контрактно, вот, практически все одинаковые с прополисом, так что можно брать. Но можно обойтись и без этого. Соответственно, если мы гальваническую чистку вставляем в комплексную, то тогда у нас будет поверхностное очищение, соответственно, санциллосион, холодное распаривание, я здесь не привожу пример, когда мы дополняем холодное распаривание еще какими-то дополнительными, танцами с бубнами, а-ля эндзимная маска или там что-нибудь еще, о чем мы в самом начале как раз говорили, а такой стандартный вариант, то есть холодное распаривание на 15 минут гель дезинкрустирующий положили, потом пленку сняли, заменили пленку на салфеточку или маску одноразовую с прорезями, да, вот эту, пропитанную в лосьоне, тоже щелочном, для дезинкрустации и приступаем к первому этапу углеродической чистки. 7 минут с минуса, смываем потом продукты омления жиров, вот эти все остатки гелевых средств, меняем салфеточку на, соответственно, уже чистую, пропитанную, копяченой водой, если у нас, например, электрод не бочоночек катается, а, допустим, палочка с грибочком, то мы работаем им по коже без маски, а маску, точнее, салфетку, на электрод надеваем, пропитанную, да, понимаете, да, и вот этим электродом уже вводим. Просто не всегда бывает катающийся бочоночек, в аппаратах бывает еще грибочек такой или шарик, вот, поэтому смотрим уже, какой там у нас электрод, либо его оборачиваем, лобильный электрод, либо, соответственно, на лицо кладем салфетку или маску и по ней работаем. Понятно, да, вот это поменьше. Соответственно, второй этап гальванической дезинкрустации, это когда мы с плюса обрабатываем еще 2 минуты, гальваническая дезинкрустация тоже на ютубе у нас выложена, можно поискать, посмотреть саму процедуру, как я делаю, вот, и, соответственно, тоже ознакомиться уже, как на вебинаре мы не можем продемонстрировать процедуру чисто технически, а вот на ютубе она у нас выложена. И, соответственно, если нам нужно мануальный этап вставить, как говорится, то, как я уже говорила, между минусом и плюсом мы вставляем мануальный этап, когда нам нужно что-нибудь удалить, какое-то количество воспалительных элементов. Напомню на всякий случай, что папулы, подкожники, мы никогда не трогаем, ничего с ними не делаем, мы удалить можем только гнойный, пустулезный элемент либо комедонный элемент. По рассуживающая маска дальше идет по аналогии с предыдущим протоколом, точно так же успокаивающая маска, точно так же завершение и точно так же опционально, если требуется персонализация. Успокаивающую маску я в виде отдельного слайда тут изобразила, но, как я уже говорила, лучше ознакомиться, вообще, как она делается на нашем YouTube-канале, в процедуре супер увлажнение, в 20-й минуте она есть. Соответственно, гель сухой, нормальной кожи нео нам понадобится, мы его наносим, потом вот эту одноразовую масочку, можем, если кожа не дряблая в области вокруг глаз, а есть выраженная отечность такая какая-то, то можем еще на время этой маски положить ватные диски с гелем для кожи вокруг глаз, с пептидом ассирилом противоотечным, и, собственно, они будут лежать. Единственное, что маска, как правило, это лежит минут 15, а диски влажные лучше минут через 7-10 вытащить. Вот, соответственно, тканевой одноразовой масочкой закрываем гель, кисточкой пропитываем лосьонным концентратом нео, и закрываем сухим, ну, махром или вафлем, какой у нас там есть в кабинете, полотенчиком, именно сухим, чтобы такое, как бы было тепло, компрессик такой, и чтобы воздух циркулировал, и могла вот эта жидкость испаряться. Соответственно, после 15 минут мы это все снимаем, и получаем эффект фарфоровой кожи, успокоенный. Очень хорошо после всяких антиэйдж-процедур, после микротоков, после там какой-нибудь интерпорации делать, после лазерной биртуализации, как процедура на выход, да, что после этой маски лицо становится такое равномерное, фарфоровое, пациент говорит, вау, ему эффект очень нравится, как правило. Завершим процедуру чистки мы, соответственно, вот ступок, не альфа-дерм, можем дарсонализацию провести, и антисептическую пудру использовать только, если у нас нет зияющих тоничных пор. Вот, ну, в принципе, что еще важно, да, еще важно, конечно, пациенту объяснить, что нельзя делать после чистки, вот, на всякий случай, этот слайдик сюда тоже включила, именно к аппаратным чисткам не относятся, как раз больше комплексные чистки относятся, но это важно, да, что они должны трогать лицо руками, не использовать декоративную косметику, хотя бы там 12 часов, вот, желательно плотные тональные средства 2-3 дня, но это при проблемной коже не наносить, конечно, если кожа там не сильно проблемная, без воспалений, то ничего от тонального средства на следующий день не будет, нельзя идти в тот же день, когда вы делали чистку, либо на следующий спортзал, там, бассейн, баню и так далее, желательно 2-3 дня все-таки потерпеть, использовать дома одноразовые полотенца, вообще в идеале, конечно, особенно если кожа проблемная, одноразовые полотенца используют всегда, то есть это может быть рулончик с бумажными полотенцами кухонными, которым мы там утром и вечером один оторвали и использовали, это не такой же большой расход, если совсем душа не лежит к одноразовым полотенцам бумажным, то можно взять недельку из обычных маленьких махровых, которые там во всяких ошанах продаются пачками и, соответственно, их просто в конце недели кипятить или там хотя бы при 60 градусах стирать и дальше уже на следующую неделю использовать вот одно полотенчико в день. Также после чистки с мануальным этапом желательно, если были воспалительные элементы удаленные, 3 дня применять какой-то кожный антисептик локально, ну, то есть те места, где удаленные болепустылы, можно протирать два раза в день актенисептом или хлоргексидином, но не злоупотреблять этим и не пользоваться им постоянно на статоникой, иначе мы просто убьем весь микробиом. И желательно те места, где там, грубо говоря, ничего нет, септиками тоже не трогать. Не подвергаться воздействию ультрафиолета в течение двух трудней после чистки, особенно мануальной, конечно же, если мы пойдем загорать, мы получим потом пигменты и пятна на месте травмы, потому что мелноциты бегут туда, где кожа травмирована. В водоемах с грязной водой, естественно, не купаться, ну, по аналогии с бассейнами. Вот, и, естественно, не, как говорится, добивать свою кожу дома какими-нибудь еще агрессивными воздействиями. То есть, если чистку сделали, уже хотя бы там на неделю, дней на 10, знаете, кожу спокойно отдохнуть. Вот, умываться лучше всего мягкой водой, то есть, может быть, кипяченая вода, могут быть отвары трав подкисленные, если вы любите эти все дела, можно гидролатами нарушать кожу, можно использовать то, что я люблю очень рекомендовать пациентам вот с разацией, пересушенной кожей, умываться водичкой питьевой, которая у многих есть просто на кухне, потому что стоит фильтр, например, с обратным осмосом на кухне, и есть вот этот краник с питьевой водой. Замечательно совершенно для чувствительной кожи умываться этой водой, и, главное, удобно, потому что тоже кран открыли, да умылись, ничего сложного в этом нет. Соответственно, домашний уход для проблемной кожи после чистки, он стандартен, мы, как правило, назначаем умывание мягким средством, для тонизации можно использовать и тоник для жирно-проблемной кожи, можно использовать тоник матирующий, вот этот, который нужно взбалтывать каламином и цинком, Себобаланс, можно использовать на места с воспалениями или на все лицо, если они хаотичны, аспалорка, сыворотку стопокне, вот, солнцезащитное средство, если необходимо, вечером мы можем использовать, например, тоник с кислотами дополнительно, либо можем использовать отшелушивающий лосьон с талициловой кислотой двухпроцентной, опять-таки, либо использовать сыворотку стопокне, либо, например, сыворотку с миндальной кислотой альфадерм, потому что пара стопокне и альфадерм, они очень хорошо друг друга дополняют, ну, иногда достаточно только стопокне, например. Также, на самом деле, есть и другие варианты ухода за проблемами, за проблемами чувствительной кожи, об этом можно узнать, как раз, посмотрев на эту тему вебинары и влоги как раз на YouTube, где там уже за много лет у нас накопилось огромное количество информации, если вдруг кого-нибудь нет на YouTube, смотрите, вот. Ну, и, соответственно, один-два раза в неделю можно делать индивную пиктивную маску, а потом себе баланс, но если вы в кабинете сделали чистку пациенту, то надо его предупредить, чтобы он на этой неделе уже, как говорится, себе, в общем, с домашними чистками, чтобы не развлекался. Ну, и гигиена. Вот. И, соответственно, на этом я, в принципе, уже все сказала. Сейчас я вам напишу еще раз промокод, который я вначале давала собственно на скидку на недельную. Но пока я его буду писать. Вот. Давайте вопросы, которые остались, если остались. Вот. Могу вернуть слайдик с уходом, если вдруг кому-то нужно посмотреть туда. Вот. Промокодик, как обычно, мы даем на недельку для участников вебинара, для всех. Соответственно, косметологи, у них спецпрайс, у них будет эти 10% от их прайса. У обычных людей без неотягощенных косметологических образований будет 10% от розницы на официальном сайте. Но, как я вначале уже говорила, кто покупает просто в розницу, иногда на маркетплейсе, на каком-нибудь там Амазоне или Вайбересе, или в аптеке РУ, гильтек обойдется вам дешевле, чем, например, на официальном сайте с 10% скидкой. Поэтому это учитывайте, когда, собственно, что-то покупаете, где выгоднее взять. Ну и, соответственно, не забывайте, что у нас есть в Москве и в Калининграде ЦДК, Центр диагностики кожи, где можно бесплатно проконсультироваться с косметологом, и, соответственно, тоже какие-то бонусы там есть при покупке. Во время очищения, во время использования ретинола, как очищать? Точно так же мягким средством, очищающим гелем, очищающим или муссом. Не пользуйтесь перед нанесением, в те вечера, когда вы используете ретинол, например, Ретидерм 0,25 или 0,5, не используйте тоник с ахокислотными, салициловый лосьон. То есть как бы используйте в те вечера, когда у вас нет ретинола. Потому что ретинол мы редко когда используем ежедневно, то есть ежевечернее. У нас, как правило, где-то через день идет режим использования ретинола, а в другие вечера у нас какие-то или более мягкие средства, тут же там пробиоскин или там идентифовое омоложение, или там пептиды, мы используем 5 пептидов. Уже что-то другое используем. Единственное, что, опять-таки, если мы используем пептиды, мы тоже ахокислоты и сможем использовать перед ними, будем использовать, допустим, лосьонку цицатнеу или какой-то просто нейтральный тоник более простого по составу. Так, ультразвуковые чистки, Екатерина, не поняла вопрос. Не дописали, наверное? Ультразвуковые чистки. Не поняла вопрос. УЗ-чистки. Жду. Напишите, чего там мы хотели спросить. А, когда ретинол, поняла. Можно ли ультразвуковую чистку на фоне использования ретинола? Можно, если у вас... Единственное, что, когда вы привыкаете только к ретинолу, вот только начали, да, первые полтора месяца, когда у вас может кожа реагировать еще ретинолом дерматитом на нее, на вот этот компонент, и может шелушиться, может краснеть там и быть гиперчувствительной, то тогда, конечно, лучше не надо вообще дополнительно ничем кожу дербанить. А когда у вас уже в спокойный режим вы вошли, и у вас кожа привычно к ретинолу, вы его спокойно в уходе используете, там, например, в осенне-зимний период, то спокойно можете дополнять раз там в неделю, в две недели ультразвуковой чисткой, если есть необходимость глубокое очищение кожи. Другое дело, когда вы на фоне ретинола, например, раньше вам чаще надобились чистки, а когда вы взяли в уход ретинола, они вам могут надобиться реже, да, вы можете там в другой раз месяц ее делать, если есть в этом необходимость. То есть смотрим уже по, как бы, есть потребности в этом или нет. Можно энзимную маску дополнять вместо дружоковой чистки, делать энзимную маску, например, раз там в две недели, раз в семь-десять дней. Все зависит от выраженности гиперкератоза, от склонности к закупориванию пор и от чувствительности.